Один, два, три, один, два, три, четыре, пять, десять, все. После демонстрации умения считать Анатолий назвал цвета пирамиды. Мальчик старается говорить правильно. Если не получается, прислушивается к педагогу и поправляется. Толя у нас проживает в детском доме с четырех лет. Мальчик он общительный, добрый, ласковый. Любит, когда с ним занимается и дефектолог, и логопед, и воспитатель. На занятиях всегда мальчик у нас выполняет все задания, которые бы ему не предложили. Но мальчик, конечно, иногда встречается с трудностями. Не все ему дается легко. Толя увлеченно занимается любыми играми. Конечно, машины. Их он детально рассматривает, проверяет мельчайшие детали, кнопочки. Ему интересно водить автомобили на импровизированные улицы с размеченными дорогами, тротуарами, игрушечными светофорами. У Доли хорошо получается составлять мозаику и совмещать занятия для рук с пением, чтобы было не скучно. По синему мою, зеленой земле, вы будете на белых своих кораблей, на белых своих кораблей, на белых своих кораблей. Любит, когда ему читают сказки или, например, участвуют в настольном театре. И по сильную какую-то роль мальчик у нас озвучивает. Он хочет, чтобы его обязательно нашла мама, потому что других ребят забирают, а Толя остается один. Нет у него ни братика, ни сестры. И, конечно же, хочется ребенка ощущать себя тем единственным, дорогим для каждой мамы, которой бы он являлся. Пока ребенок мечтает стать парикмахером. Девчонки помогают устроить ему настоящий салон красоты. Позволяют расчесывать волосы, терпеливо ждут, когда ему удастся защелкнуть заколочки и надеть ободочки. Воспитатели говорят, что мальчик очень ждет новых родителей. Материнскую любовь и отцовскую заботу. Ведь у Толи никогда не было отца. Более подробная информация о ребенке по телефону в Китовском районе 3 14 81. Светлана Епифанова, Александр Киселев, информационное агентство Курган.ру.